ПОЛИТИКА Это просто болельщики. Наша история о противостоянии двух великих хоккейных держав. О том, как тогда политика пыталась играть на чужом поле по своим правилам. И что из этого вышло. Сегодня общая победа. Бросок Чеха Яромира Ягра спас россиянина Максима Сушинского. И Омский авангард выигрывает Кубок Европейских чемпионов. Этим хотелось завершить фильм. Но решили, началом истории должно быть не слово, а дело. Время отдыхает здесь, неспешно растекаясь по улочкам и площадям. Из чего бы это чехам заиграть в хоккей? Особенности национального характера? Ограниченность территории? Может быть, когда ты в центре Европы? Стиснут со всех сторон. Хочется свободы. И тогда идешь к Карлову мосту. В Лтаву уже сковал первый лед. Прилаживаешь коньки. И вдохнув бодрящего ветерка, отталкиваешься и катишься вперед. В прошлое. В Праге все и началось. Мы на пятачке, откуда был сделан первый бросок в затянувшейся игре истории в великое хоккейное противостояние. Все смешалось. Замерзшая Лтава, Спарта, легендарный зимний стадион Наштваницы, устремленный в небо хоккеист у фасада ледового дворца. Но, болельщик в нетерпении. Пора вбрасывать шайбу. Сразу предлагаем свое правило. Выводы каждый делает сам. Нам представлялось существенным расставить некоторые акценты, рассказав о неизвестных обстоятельствах и деталях соперничества чехословацких и советских хоккеистов. Да, советских и чехословацких. Речь-то идет уже о прошлом веке. Летопись пражских чемпионатов высечена на постаменте памятника ледовому рыцарю. Здесь имена тех, кого вы увидите и услышите в этом фильме. Так уже сложилось, что в основном мы всегда очень внимательно, серьезно готовимся ко всем матчам со сборной команды Чехословакии. Так получилось, что они были наши первыми учителями. Но мы оказались неплохими учениками. И тем не менее, борьба в каждом поединке на каком бы уровне не проходила. Не проходили матчи между советскими хоккеистами и чехословацкими. Всегда это зрелище, всегда это серьезная работа, очень большая подготовка, изучение всех сторон. И прошлые заслуги, прошлые успехи не идут в счет. Все сначала. К 1933 году, в котором Прага принимала седьмой чемпионат мира и Европы, в Чехословакии уже сложилась Лига хоккея, насчитывающая 146 клубов, в которых играло свыше 2000 хоккеистов. В 1912 году в Праге чешские хоккеисты, но как представители Австрии, выиграли третий чемпионат Европы. Германия оспаривает победную шайбу. Конгрессы и ХФ, проходящие одновременно с чемпионатом, Австрию в Лигу включает, но Чехию, входящую в Австро-Венгрию, исключают из Лиги. Результаты турнира аннулируются, и чехи лишаются чемпионского титула. 1938 год. Прага принимает 12-й чемпионат мира и Европы. Приглашение направлено всем 22 странам, входящим в Международную лигу. И хотя прислали свои команды только 14 стран, чемпионат вылился в подлинный хоккейный фестиваль, равного которому не знала история. Помимо участников состязаний, в Прагу прибыли почетные гости Лиги, ведущие хоккеисты и организаторы турнира. Кстати, тогда же выпускается ежегодник и ХФ, в котором сообщается, что наибольшее количество хоккейных клубов функционирует в Чехословакии. 361. Оргкомитет чемпионата не всегда последователен. Ничья в поединке чехословацкой и шведской сборных зафиксирована после дополнительного периода. А ничья шведов с австрийцами, открывшая скандинавам дорогу в полуфинал, по истечении трех периодов матча. Это нервирует участников поединков, но не сказывается на общей атмосфере праздника. Сборная Великобритании один из претендентов на победу. А это поединок сборных Канады и Чехословакии. Чехословацкие хоккеисты исповедуют техничную, мастерскую игру. Канадцы верны себе в стремлении победить. В ход идут силовые, не всегда оправданные приемы. Выяснение отношений, бригада врачей с носилками. Любимцы пражских болельщиков чехословацкая сборная. Модрый, Гоуба, Штёвик, Пушбауэр, Михалек, Кучера и, конечно же, великий Йозеф Малечек. Играют с американцами, но публика ждет и надеется, что они не подведут и сделают большую, главную на тот момент игру. Не выходит из памяти утерянный в 2012 году чемпионский титул. Помните, тогда Германия внесла протест. И вот они выбрасывают жест, не оставляющий сомнений в серьезности намерений. Спорт продолжения политики. Иллюзорная мечта о мировом господстве выкатила на лед Штваницы. И тогда чехословацкие хоккеисты доказали, политика политикой, мы играем по правилу. Победа всегда остается за тем, кто сильнее. Немцы проиграли 3-0. И хотя у чехов только бронза, как же ликуют трибуны Штваницы, как чествуют поражане своих героев. Если бы только история творилась на ледовых площадках честных сражений. Через год весь мир будет втянут в другую, кровавую игру фанатика, возомнившего, что все должно вершиться только по его правилам. Фашизм организирует. Мир не захотел играть по его правилам, крах очевиден. В Праге восстание, как считают некоторые историки преждевременно, можно было выждать. Чем могут брожане противостоять тяжелым самоходным орудиям? Но велико стремление к свободе. Прага просит помощи. И советские танки маршала Конева совершают стремительный рейд, демонстрируя всему миру невиданную, как сказали бы хоккейные тренеры, стартовую скорость. Ликованием встречает Прага своих освободителей. Такое не забывается никогда. Какие бы правила не навязывала история. Отныне мы самые лучшие, самые близкие друзья. Навеки. Маршал Конев становится почетным гражданином Праги. Впереди новая большая жизнь. Но скоро ее начнут ограничивать новыми правилами. Москва, Красная площадь. Это кадры довоенного парада в честь Дня физкультурника. Правильнее сказать, парада в честь лучшего друга всех физкультурников. Парад это впечатляет, объединяет. К нашей чести стоит отметить, что спорт в Советском Союзе, невзирая на идеологию, всегда был любим. И гоняли у нас по замерзшим рекам свой русский хоккей с мячом. Но политики уже приглядывались к новым правилам. Да, и все это из-за того, что наш хоккей был лучшим в Европе. И мы представили хоккей в Советском Союзе после Второй мировой войны. Хоккей для нас стал божеством, таким же, как футбол в Англии, в Испании или Германии. Таким же является хоккей и для нас. Народ его знает и любит. Первый послевоенный чемпионат мира и Европы в Праге. Не приехали канадцы. Трибуны штваницы заполнены до отказа. Спортивный комментатор пражского радио Йозеф Лауфер готовится к репортажу. Все приникли к радиоприемникам, сейчас будет вбрасывание. И начнется хоккей. Одна деталь, даже в оккупированной Праге чехи умудрялись играть. Конечно, это были товарищеские встречи, призом победителю чаще всего служил мешок кем-то раздобытой муки и канистр с керосином. По тем временам награда куда более ценная, чем кубок Стэнли. Если есть справедливость на свете, должна же удача улыбнуться болельщикам, не попавшим на трибуны штваницы. Но чехословацкая сборная проигрывает шведам. Кажется, все уже решилось. И в предпоследний день чемпионата шведы уже праздновали, выпивали и гуляли здесь рядом в гостинице Акса. Но и на следующий день играли с австрийцами и проиграли им 2-1 и дали нам возможность выиграть у американцев, что мы и сделали. И вот по такому стечению обстоятельств мы и стали впервые чемпионами мира. Вот все это происходило на этом стадионе, где мы сейчас находимся. Сколько здесь было народу, вы представить себе не можете. С удовольствием вспоминаю те годы. Не надо лишних слов, чтобы представить состояние пражских фанатов. Накануне газеты с горечью пишут о проигрыше шведам. Король Швеции Густав шлет поздравительную телеграмму хоккеистам скандинавской сборной. И те в знак признательности августейшей особи проиграли. Теперь дело за малым, но таким трудным. Чехам нужно обыграть американцев. Они делают это. К неописуемому восторгу болельщиков. Толпа несла на руках тренера Матая Букну, того самого, который в довоенном 38-м году привел чехословаков в победе над сборной Германии. И вот после этого матча зажиточные чехи, они всю войну, они же не воевали, у них нет разрушений. Они начали слать в Австрию посылки. Приходили на почту, очереди выстраивались в этих почтовых отделениях и посылали кто яблоки, кто сыр, кто колбасу туда, в Австрию. Скажите, что вы готовы отдать за победу своей сборной и я скажу вам, насколько фанатично вы любите хоккей. И в этом случае, невзирая на иронический подтекст, это правда. Капитан чехословацкой сборной Владимир Забродский почти что национальный герой. Собственно, отчего почти что? Популярность хоккеистов тогда была настолько огромной, что власть уже с опаской поглядывала на тех, кто играет по правилам. Но по своим правилам большая слава, но и такая опасная сила. У нас разворачивается широкая кампания по пропаганде канадского хоккея. Подчеркиваются достоинства, малые площадки, скоротечный характер поединка. Маршал Ворошилов даже придумывает, как назвать резиновую плашку для игры. Это же шайба. Словом, надо играть в хоккей. И мы заиграли. Пригласили серебряных призеров зимней олимпиады 48-го года сборную Чехословакии. Вернее, клубную команду ЛТЦ из Праги, составлявшую костяк сборной. Против собрали всю хоккейную Москву. Бобров, Чернышев, Тарасов, Сеглин. В тренировочных брюках, без амуниции, с плохонькими клюшками, они сразились с сильнейшим клубом Европы. И как сразились? «Русских не удержать, если не будешь тупить у них коньки», сказал лучший бомбардир швейцарской олимпиады Владимир Забродский. Страсти накалялись, чехословаки в искреннем недоумении. Откуда, у кого они научились играть в хоккей? Может, притормозить их и спросить так сурово на универсальном мужском языке? Мы никогда с ним не дрались. Мы играли очень в хоккей комбинационный, техничный. Они не любили проигрывать. Они всегда считали себя, что они более опытные, более, так сказать, ранние, много занимаются хоккеем, поэтому их немножко не любили. Мы были голые, и в нас летела шайба от защитного снаряжения, у нас нагрудников, не было. Перчатки мы брали из русского хоккея, щитки мы переделывали из валенок, то есть мы не были приспособлены. И когда к нам приехала ЛТЦ, то когда они уходили, мы их очень сильно и радушно принимали и приносили немножко выпить. Почему? Потому что они нас обыгрывали первую игру легко и шутили с нами. А потом уже мы, когда они уходили на банкеты, на приемы, я лично сам очень увлекался инвентарем. Я сфотографировал все, снимал, срисовывал все их снаряжения, которые у них уже были приспособлены для хорошего хоккея. Итог встречи по одной победе при одной ничьей. Но по балансу шайб мы обыграли ЛТЦ 11-10. Наверное, тогда они почувствовали в учениках быстро растущую силу. Это великая команда Чехии, единственный, наверное, принцип держался на... Все, наверное, знают, что держалась игра с Чехословакии, решали все практически. За первое место боролись Чехословакия и Россия, то есть Советский Союз. В принципе, же Чехии нам принесли хоккей. Как родначальники мы доказывали всегда, что мы сильнее и что наша... Можно говорить и политика, которая у нас правильная политика в развитии спорта, по крайней мере. О славе и правилах политики. Августин Бубник рассказал нам, что в 49-м году в Швейцарии на Кубке Шпенглера к ним подошли чешские эмигранты и предложили остаться. Сборная голосует большинством вернуться в Прагу. У власти дома коммунисты. Всем играть по одним правилам. Они вернулись. 50-й год. Экипировка уже в самолете. Рейс в Лондон на чемпионат мира. Задержка кому-то из прессы не дали визу. Решили переждать в пивной. Выпили, расслабились, стали поругивать власть коммунистов. Двое в штатском спровоцировали потасовку. На улице автобус с сотрудниками службы безопасности. И повезли их в печально известную тюрьму Панкратц. Припомнили голосование, то, что слишком стали выпадать из общих правил, за это наказывают крупным штрафом. А потом был суд, закрытый военный трибунал без публики. И назвали все это тайным заговором. И когда нам оглашали приговор пану Модрому и мне, там были такие пункты обвинения, как шпионаж, измена родине, подрыв основ социалистического строя, покушение на государственных лиц. Господин прокурор мог требовать смертной казни, нас должны были повесить. Но слава Богу, нас отстояли защитники, юристы и адвокаты. И вот присудили Модрому 15 лет, мне, как самому молодому, 14, Розиняку 12 лет, Конопасику 10 лет, Кабранову 10 лет, Ирке вратарю 8 лет. Остальным ребятам по 3, по 2, по 1 году. Общественность информировали, команда распущена за неоднократные нарушения спортивного режима. 54-й год, Стокгольм, чемпионат мира и Европы. Сбывается пророчество Владимира Забродского, советская команда сможет в короткий срок стать сильнейшей в мире. Учитель прав, но даже не подозревает, что можно вот так играть не по правилам. Только одна ничья с хозяевами льда и сенсационная победа над канадцами. В день заключительного матча началась продажа билетов на дополнительную встречу СССР-Швеция за звание чемпионов континента. Но целой Европы показалось мало. Сразу в чемпионы мира. История хоккея знает много дебютов, но такого блестящего Новые славяне выкатили на большой лед. Для меня славянская душа как у ческих так у русских просто одинокая. Просто любят хоккей, играют сердцем. Просто если уже добиваются возможности играть на такой уровне, потом хотя порадовать сами себя и других играют сердце. то для нас и для русского народа любовь, по-моему, хоккей. Просто скажите, насколько нужно любить хоккей, чтобы стать олимпийским чемпионом? Италия, картина Дампеца, седьмой олимпийский турнир 56-го года. Вперед, славяне, дерби началось. Уязвленные канадцы играют в привычной манере, жестко и нахраписто. Наши, если сильно уж достают, отвечают, ну помнят, драка дело последнее, главное надо забивать. Правда она не в силе, правда в умении. Играем по правилам коллективной игры. Мастерство каждого суммируется в метком пассе и завершающем броске. Ну вот, теперь и скажите, чья правда сильнее? То, что встречают с энтузиазмом, с восторгом здорово, но зачем столько флагов, знамен и вымпелов? Такие правила игры напоминать о политике, о партии, мобилизующие и направляющие. Чемпионат 1957 года проходит в Москве. Ни канадцы, ни американцы не прилетели. Ветры холодной войны вовсю еще бушуют. Единодушный фаворит сборной СССР. Но правило только тогда становится общепринятым, когда есть исключения, его подтверждающие. Что наши хоккеисты и доказали. Ни одного матча не отдали, но и с главными конкурентами сыграли в ничью. Такое вот дерби. Но вот снова десятки тысяч зрителей напряженно следят за игрой. Первый период матча СССР-Чехословакия не принес результата. Атакуют советские спортсмены. Они в темной с полосами форме. Вот шайбу перехватывают гости. Они устремляются к воротам команды СССР, но теряют шайбу. Хозяева более быстро вводят шайбу в зону защиты чехословакской команды. Они упорно штурмуют ворот соперников. воротарь харирует бросок. И теперь уже атакуют чехословакских икеистов. Гол! Да, это непростительная оплошность воротаря Пучкова. АПЛОДИСМЕНТЫ Когда я в 57-м, 58-м, 59-м, 60-м, мы ездили в Чехословакию команду Московского Динамо, там была команда Руда Гвезда, БРНО, и мы с ними дружили. Дружба была в одной не разорвешена. Что случилось впоследствии? Я думаю, что вот эти политические всплески, политические дрязни, они, так сказать, послужили именно тем моментом, для того, чтобы как-то нашу дружбу, наши хорошие отношения попортят. Туристы из Чехословакии радуются успеху своей команды. Вот счет в их пользу. 1-0. Ответная атака советских патриистов. Но Шайба вновь угостит. Кучков ловит ее. Последние 10 минут игры советские спортсмены пытаются изменить счет. Игра становится острый и напряженный. Опасное положение создается ворот команды Чехословакии. Тренеры вводят свежие резервы. Наконец, одна из атак хозяев поле увенчивает с успехом. 2-2. Правда, ничейный результат, конечно, не удовлетворяет ни ту, ни другую команду. Но что поделаешь, игра окончена. Команда Чехословакии потеряла еще одну очку. Но не потеряла любви своих болельщиков. 59-й год. Проведение чемпионата мира в Чехословакии приурочено к 50-летию хоккея в стране. Восемь городов принимают команды из 15 стран мира. И если есть справедливость на свете, свой лед должен помочь игрокам чехословацкой сборной. Засиделись они на вторых-третьих ролях. Канадцы традиционно выставили любительский клуб. Но чувствуют уже, насколько выросло мастерство тех же отцов европейского хоккея. Болельщики чехословацкой сборной просто в шоке от той боини, что разворачивается на льду. Нет, такой хоккей нам не нужен. Финал проходит в Праге. Канадцы не комплексуют. Играйте по нашим правилам, тогда и у вас все будет окей. И снова штваницы. Тысячи болельщиков. Актриса Яна Брейхова, режиссер Милош Форман, создатель кукушки, над гнездом которой кто-то пролетел. Одна надежда, пролетели бы сегодня канадцы. А вот и бывшие ученики выходят на встречу с учителем чехословацкой сборной. Чувствуют, те уязвлены чередой неудач. И уже закручивается невидимая пружина психологического конфликта. Научили на свою голову. Но какая радость с каждой шайбой рвущей сетку ворот соперника. А играть все сложнее. Сложно. Это я запомнил с первого чемпионата мира. Не только с чемпионата мира, но я 67-го года, по 80-й год, я во всех участвовал приза «Известий». И вот когда мы встречались, там все время и тренеры, и старшие товарищи говорили, против чехов кровь износу, но нужно обязательно выиграть. Почему? Потому что они считали нашими учениками, а мы уже вылезли из этих штанишков, пытались заказать. Мы уже продолжали традиции старших товарищей доказывать, что мы неплохие ученики и можем учителей обыгрывать. И у нас просто от ножа были игры. По спортивному духу, да, где-то во время игры, где-то грубили друг друга, где-то даже иногда неприятные слова друг друга говорили. Были такие ярко выраженные в канадце есть такой игрок, которого не хочешь иметь в чужой команде, а у себя хочешь иметь. Так вот Борис Петрович Михайлов. Его же противник не хочет такого игрока против такого играть. Больно потому что. Причем не просто больно, а он периодически все время напоминает о себе, что есть такой игрок товарищи. И фамилия моя Михайлов. Ну, вроде ничего. Ну, как даст и все. Я не любил драться как саму драку. Но если кто-то меня задевал и мне больно, я старался ответить тем же. Но на кулаках я не мог драться, потому что у меня ручки совсем дохлые. там были хорошие ребята у нас защитники Васильев, Лученко, Гусев. Поэтому основной Валерка Васильев нас защищал. Ну, а так спуску я не дал. Я отношусь к хоккею как к мужской игре. И иногда в запале всякое бывает. И вы должны к этому относиться тоже философски. Иногда для результата хоккеисты лишний раз могут изрядно намять бока друг другу. Игроки все-таки не цветочки. Приходится иногда и постоять за себя. Но лучше, конечно, одолеть в игре. А в драке тоже ни в чем не уступать. Кажется, вот она, такая простая формула. Хоккей суровая мужская игра. Важен результат. Иначе зачем вообще выкатывать на лед? Вышел, бейся, но по правилам. А самолюбие, если ты постоянно в проигрыше, в удалении от бортика ты само обаяние. Приходит время, собираешься, прилаживаешь коньки, берешь клюшку и налет. Политика сделать все, чтобы победить. И помнить каждое мгновение матча. Мудрый учитель подмечает любую оплошность. Что из того, что ты олимпийский чемпион салагубов? Подкатят, отберут шайбу и без всякого пиетета забросят ее в твои ворота. На льду нет друзей. Я вам скажу, что с командой Чехословакии против сборной Советского Союза всегда присутствовало чувство, так сказать, да я думаю, что не только спортивного такого духа, чтобы не уступить, не проиграть. Поэтому и сборная команды Чехословакии, и сборная команды Советского Союза в то время в составах этих команд выдающиеся игроки и никто не хотел выступать. Любляна, 66-й год. Советская сборная уверенно выигрывает один чемпионат мира за другим, никому не уступая. Учителя мы уважаем, видим растущее раздражение, но что поделать, игра должна продолжаться по правилам, атаковать и еще раз атаковать. одна из атаков достигает цели. Что касается лично меня, то мне, наверное, в некоторой степени повезло, потому что я являюсь одним из самых ненавистных, наверное, коллег с точки зрения Чехова, потому что я им столько забрасывал в шайб, что они при упоминании фамилии старшин, их сразу бросают в дрожь. Идет вторая минута игры, атакуют наши шайбу Якушева, передача Старшинову, пол! Да, дорогие друзья, не ожидали мы с вами такого удачного начала. Успех окрыляет наших хоккеистов. Но соперники тоже не намерены сдаваться. Опасный выход в галлонки ликвидирует Караваленко. Теперь под угрозой ворота Дзуриллы. Чехословацкие игроки отражают натиск и вновь устремляются на штурм. Но их атака захлебывается. Шайба владели вновь наши ребята. Они начинают атаку с глубины. Шайба у Александрова, следует передача Альметова, затем фас Мартеву. Бол! А-0! Да, это большой успех. Ведь идет только пятая минута матча. Но всегда наши матчи проходили в очень трудной спортивной борьбе. Потому что Чехия для нас, тогда команда Чехословакии называлась, для нас это один из самых серьезных соперников. И мы с ними играли очень трудно. Чехословакский тренер заменяет вратаря Дурилу Холичихом. Но и его постигает неудача. На 15-й муке Сатот за старшином доводит счет до 4-0. Игра, как говорится, уже сделана. Финал, на который регламентом было отведено 60 минут, решился за 5. И вот новая очередная победа советской сборной. Кто хотя бы раз почувствовал ее вкус, знает, что это такое. Но горечь поражения в который раз тоже несет гамму ощущений. Обида, самолюбие, национальный характер, хотя противник и высоко тебя оценивает. В мое время вот хорош был тот же Иржи Холик, хорош защитники какие были Подж, Свенток, значит, мимо них упоминая Чехов, пройти просто нельзя. Надрхал в воротах, Дзурилла, Фарда в атаке, Иржик в атаке. Много было очень хороших игроков. Черный, Йозеф Черный, конечно же, тоже. Снова первые и поздравления от чехословацких хоккеистов. Внешне все как предусмотрено правилами, но энергия постоянных неудач накапливается, она никуда не исчезает. Вот это и привлекает нас в хоккее, когда происходит внезапный выброс этой самой энергии. А случиться он может в любой момент и в самой причудливой форме. От мощного рывка, когда ты всех оставляешь позади и выходишь один на один с тем, кто еще может тебя остановить, обыграешь его и весь мир твой. А если кто-то заденет, притормозит, легко так подставит клюшку, какая политика, какие правила? Как раз дракта таких и битв особенно не было, просто были какие-то такие, ну, это же игра, какие-то такие стычки были, но раньше нас всегда просили, чтобы мы, поскольку два соцлагеря, две команды соцлагеря, поэтому, чтобы не было таких больших инцидентов, что должно проходить все, но в игре это сделать иногда бывает сложно, потому что возникают такие ситуации, когда приходится где-то или они там отмашку какую-то, что-то такое делали, или зацепили, или какой-то удар, и не выдерживают, и у наших ребят нервы не выдерживают, но в общем, мы, по крайней мере, со своей стороны старались играть корректно. Причем люди были разные в Чехословакии, некоторые дружили, некоторые не очень дружелюбно относились, но всегда, если брать хоккей, то всегда в матчи несли такой характер, что с ними немножко было тяжело играть, потому что они все-таки где-то из-под тяжка могли что-то сделать, или клюшечкой тыкнуть в бок, или еще что-то. И все-таки выброс случился. Ирония судьбы или истории, что произошло это не где-нибудь, а в тихом заторможенном городе, известным тем, что здесь проходили крупнейшие мирные конференции, подписывались акты и договоры, примеряющие вчерашних врагов. Одним словом, территория подобралась более чем нейтральная. И, внимание, это была весна 1967 года. Очень существенная деталь. Когда в Вене чемпионат мира был, когда сборная команды Чехословакии, сборная Советского Союза уже обеспечила все золотые медали. Сборная команды Чехословакии против нас, если она выиграла у нас, то они занимали второе место. Если они проиграли, то американцы выходили на второе место. И получилось так, что эта игра произошла, вы помните, еще Александр Павлович когда вступился за Никитина, которого Ярослав Холик метелил на льду. И когда Ярослав Холик отмахнулся клюшкой и Павлович попал по уху, и когда Павлович схватился за ухо, смотрит кровь, он здесь уже остервенел, он этого Холика схватил, положил на лед ему и коленкой надавил ему значит на горло, того уж слюна пошла. Да и то по сравнению с тем, что мы сейчас видим в исполнении инхейловских бойцов, Тавгаев, то это просто цветочки, то, что произошло на последних минутах матча в Вене. Посол выходил на тренерский наш штаб, чтобы, мягко говоря, мы не выиграли эту игру, чтобы команда Чехословакии, наш друг по соцлагерю стала чемпионом, на что тренеры, в общем-то, не согласились. И, ну, ребята об этом не знали, в общем-то, об этих всех разговорах. Ну, со стороны тренерского состава мы установку тут слышали только играть на победу, несмотря на то, что уже чемпионы играть и обязательно выиграть, никаких там, в общем-то, раскладов не должно быть. Мы приехали играть. Весь мир следит за нами. В делегации наши болельщики, известные всей стране актеры. О чем разговор? Чехословацкие товарищи сбились с генерального курса? Да что нам этот курс? У нас свой, даже два генеральных тренера, Чернышов и Тарасов. Курс идти и побеждать. Ну, сорвался Рагулин. А политика при чем здесь? То я не понял даже чешских игроков. Я уж насколько к чешским игрокам был всегда проникнут симпатией. И ко мне они также были. Это игроки Черны, Ёжев Черный, это Поспешил, это Холики. Но когда они приехали, я смотрю, они не здороваются. Я Черного поймал за рукав, его взял, я говорю, Ёжев, что случилось? Почему вы не здороваетесь с нами? Нам не разрешают с вами здороваться. Я говорю, ну ты же спортсмен, ну как же ты, при чем тут кто-то тебе сказал? Мы-то спортсмены, политики они делают свое, а мы делаем свое, поэтому дружба должна оставаться, так сказать, незыблемой. Но однако это, видимо, их настолько была перекачка, что наши отношения с ними вообще растаяли. События, о которых вспоминает Виталий Давыдов, происходят в Гренобле в конце зимы 68-го года. По всем правилам смены времен года, по законам природы, наконец, пражская весна наступила позже. Дубчик провозгласил новый курс на социализм с человеческим лицом. Причем здесь хоккей? Нарушим и мы правила, забегая вперед, посмотрим, что было дальше. Дальше началось то, что все знают. Длительные переговоры между нашим руководством и Дубчиком о том, что надо курс все-таки вернуть в прежнее русло. Но тот стал на своем и, в общем, было ясно, что надо его сменить. А сменить уже было поздно, потому что они практически открыли границу западную с Германией. И, в общем, политически, если так к этому относиться, то не лучший вариант, конечно, вылетит танки, мягко говоря. Да, танки въехали без приглашения. Но это случилось после Гренобля, где уставшие проигрывать чехословаки поступили, мягко говоря, не совсем красиво. Но это отдельная история. Когда в 68-м году танки приехали, мы были на сборах. Вся наша команда Польги была на сборах в Бедеевицах. Мы спали в общежитии. Я-то перед этим танков вообще никогда не видел. А тут утром проснулся от какого-то писка, похожего на свист. А мы отправили всю нашу экипировку поездом. Неделю примерно тренировок не было, потому что мы не могли получить эти баулы с экипировкой. Какая была атмосфера. Я очень хорошо помню, что у танков стояли люди и не понимали, что происходит. Так же этого не понимали и советские танкисты. Они сидели на броне и запросто беседовали с нами. Был август 68-го и в 69-м настрой отдельных чехословацких игроков вполне объясним. И, надо сказать, со стороны болельщиков, как шведских, так и всех остальных, которые там присутствовали, конечно, давление было сумасшедшее. И со стороны, особенно со стороны сборной Чехии, Чехословакии, вот у них мотивация, такая энергетика шла от них, что во что бы то ни стало обыграть сборную Советского Союза за те события в 68-м году, было очень тяжело играть. В общем-то, наверное, не случайно мы проиграли сборную Чехословакию, потому что у них такой заряд был, такие эмоции были, они просто перехлёстывали через край, просто эти брызги у них вот этих эмоций в каждом игроке, у каждого игрока, глаза горели, просто сумасшедший настрой был. Позже, вспоминая Стокгольм 69-го года, чехословацкие игроки признавались, что сами испытывали давление. Причём накачивали не чиновники, нет. Соседи по улице язвительно комментировали предыдущие проигрыши. Вам приказ дан, чтобы советским проиграть? Когда шайба влетела в сетку наших ворот, Иржихолик кричит нашему вратарю Зингеру «Коммунист!» имитируя клюшкой, как ему представлялась ствол автомата. Недоманский подъехал к воротам и просто их опрокинул. Замыкание политики и спорта выплеск наболевшего. Но ведь они выиграли. Эмоции были после гола. А что творилось в Праге? Но на самом деле эта ночь после игры это было даже не так, как в 68-м, когда входили танки. 200 тысяч людей пришло на Вацлавскую площадь праздновать победу, потому что в тот момент думали, что не просто выиграли, а еще чемпионат мира выиграли, потому что в последнем матче умудрились проиграть. Конечно, атмосфера была наэлектризована. Болельщики тянулись к Ледовому дворцу в предвкушении чего-то необычного. Но за это мы и любим хоккей. Когда энергия рвется наружу, нарушая порой устоявшиеся правила. К нашей чести мы оказались более выдержанными, помня генеральную тренерскую установку. Что на поле впустую кулаками размахивать? Надо идти и забивать. Что наша сборная и сделала в Стокгольме? И не важно с кем ты играешь, с лучшими друзьями чехами, с вечными противниками канадцами или с хоккеистами Финляндии. Важен результат и никто не вечен на пьедестале почета. А эмоции в конце концов мы тоже люди. Пройдет время, поймем и простим. Не сразу, конечно. И впоследствии вы помните 70-й год, когда был повторный чемпионат мира в Швеции и Олимпиады 72-го года Саппора. Это была злобная команда, которая была направлена против сборной команды Советского Союза. А в 72-м году Саппору в Синедоманские, значит, проезжая мимо бортаж, шайбу неловко так ее подцепил и бросил в сторону тренера. Хорошо, эта шайба попала в плечо Аркадия Ивановича. А если бы она в лицо ему попала, то могли бы быть серьезные последствия. Поэтому я думаю, что чешские игроки, они как-то переродились именно на фоне политических событий. Другого я как-то не могу по-другому сказать. Голонка и Ярослав Холик. Там было два брата, Ир же замечательный совершенно человек и Ярослав. Они вот очень болезненно воспринимали успехи нашего хоккея и болезненно воспринимали то, что происходило на площадке. И поэтому каждый успех для них в матче с советской сборной выливался в некую демонстрацию временного своего что ли превосходства. Но их понять в конце концов можно, когда одна команда постоянно проигрывает другой и вдруг в какой-то момент одержана победа, то эмоции хочешь не хочешь, они выплескиваются наружу. Давайте вот поведение Голонки отнесем как раз к этому эпизоду. Время на все оказывает давление. Великий Всеволод Бобров однажды с горечью посетовал, что пришел конец умному интеллектуальному хоккею и что в моду вошли жесткие физически агрессивные игроки. Наверное, отчасти он был прав. Болельщик жаждет от хоккея борьбы, но мода переменчива. Я знаю, но я этого не люблю. Жесткая игра, столкновение это всегда было в хоккее, а вот драки я не думаю, что сегодня это хорошо продается. Даже в Канаде ищут сейчас игроков с техникой и мастерством. Большие парни сегодня уже не котируются, поэтому в Национальной Хоккейной Лиге в первой десятке сегодня 6-7 игроков европейцев. Мастерство в первую очередь мастерство. Москва 1972 год. Международный турнир на приз газеты «Известия». Кто-то из игроков чехословацкой сборной уже выступает как тренер. Время стирает многое, эмоции стихают, приходит пара трезвой оценки. Но стоит только выкатить на лед сборном Чехословакии и Советского Союза, шестым чувством понимаешь, это настоящее соперничество. Ничто никуда не исчезло. Тот же азарт, накал, желание доказать, что ты сильнее. Кто сейчас будет первым? Вот сейчас он случится. Момент истины. Гол! Прошло только 16 секунд, всего 16 секунд, а счет уже открыт. Шайбу забросил Владимир Петров. Но каждый из нас соперников понимал, что защищает честь по своей стране. Мы делали все для того, чтобы победить что они, что мы. Так что тут все понятно. Это называется спорт, это ведь воины в мирное время, так скажем. Это проявление силы и воли и мужества человека, и это так сказать, так скажем, сила нацистов проявляется. Или особенности национального характера, если хотите. Недаром же помнится нашим мастерам матч с чехословацкими хоккеистами, когда решалось, кто первым взойдет на Олимпийский пьедестал. Да, 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 наверное, это безусловно в матче в том знаменитом матче Олимпиада 76, СССР, Чехословакия. По ходу игры проигрываем 0-2, при счете 0-2 играем 2 минуты, 3 против, 3 против пятерых, выстрелили, сравниваем 2-2, потом опять проигрываем 2-3. в общем-то по напряжению, по драматургии это, наверное, самое интересное и сложное было матч вообще в хоккее, во всяком случае у игроков нашего поколения. Лукавите, Александр Сергеевич, легендарный ЯК-15. Вам ли не знать, что матч и сегодня захватывает нас интригой? То ведь была схватка уже не эмоций, а характера, выдержки и мастерства. Спиной вы что ли увидели, что надо оставить шайбу партнеру, спокойно объехать ворота и коротким движением крюка отправить шайбу нашим учителям? И последний гол Валерия Харламова, хрестоматийный пример, как надо выигрывать вбрасывание в зоне противника. И еще раз, в замедленном повторе. Вы ведь помните? Или вот я всегда вспоминаю Харламова, потому что когда мы с ним встречались в игре, 60 минут сплошных проблем. А как только чемпионат заканчивается, мы всегда могли с ним сесть, посидеть, и я не видел в этом ничего плохого. Хоккей меня с ним и подружил. Но есть одно правило, связанное с политикой, которое не хочется нарушать. Миллионы глаз устремлены на тебя, а ты, что ты видишь за флагом своей страны, медленно поднимающимся вверх. Игроки скупы на выражение эмоций вне ледовой площадки. За них это обычно делаем мы, болельщики. Лучший защитник Франтишек поспешил в Челословакии. Лучший нападающий москвич Владимир Викулов. Москва. Сборная Чехословакии отправляется на игру. Лучший защитник теперь тренер. Кого вспоминаешь, Франтишек? На льду было очень опасно. Вы должны понимать, что они имя Петров, Михайлов, Харламов или Фирсов, или Якушев. Ну, что вы? Или Саша Мальцев. Такое напряжение. Все жилы вытягивались. Как можно было играть с холодной головой? Невозможно. Я должен просто идти и сделать все, что могу. И сгореть дотла. А вы о чем думаете, Виктор Васильевич Тихонов? О будущих Олимпиадах? Чемпионатах мира? О тех, кто приходит на смену легендарным мастерам? Чувствуете, как время ускоряется в тщетной попытке стереть из памяти генеральные установки великого тренера Тарасова? Уже и атмосфера накаляется. Вон там, среди болельщиков, скрывается спуск у недающей Борис Петрович Михайлов. Скажите, золотой голос Чехословакии Карл Готт, чем бы вы пожертвовали ради победы в вашей сборной? Прага, 72-й год. 39-й чемпионат мира снова на родине европейского хоккея. Советская сборная впервые приехала без Чернышева и Тарасова. Наш генеральный болельщик Леонид Ильич как не болел, но ничем не смог помочь. Чехословакии вернули себе чемпионское звание. Отныне никаких разговоров о политике. Сегодня вы, вчера мы, завтра. Стоит ли считаться? Результат важен, но истина дороже. Вы первыми показали нам большой хоккей. Мы научились у вас всему лучшему и чуточку добавили своего. Как в свое время хоккею канадскому вы добавили эмоций, так и мы выдержки. И получилось славянское такое дерби. И все-таки последний вопрос. Можно ли отдать приказ проиграть? Никогда приказа никто мне не давал. По-нашему это называется сплетней. Не знаю людей, чемпионов или близких к чемпионскому титулу, которые выходят на лед с задней мыслью «надо проиграть». Тут мы с вами солидарны, уважаемый пан Поспешил. По-нашему это тоже называется сплетней. Мы выходим на лед, чтобы играть. И чтобы там не говорили или приказывали политики, тут же забывается, когда ты устремляешься в атаку или отчаянно обороняешься. И нам и вам знакомо это чувство. Единственное, о чем мы жалеем, но это тогда, в том времени, что вы еще не вознеслись над целым миром в ранге олимпийских чемпионов. Не улыбнулась вам пока фортуна. Но помним, благодаря вам мы сейчас диктуем моду всему мировому хоккею. В те годы, с 75-го по 85-й, у вас была большая, сильная команда, очень техничные игроки. В ней были звезды. И все-таки это была прежде всего команда. Это была команда, игроки которой прекрасно играли в пас. И для нас была проблема играть против русских. Невероятные комбинации, пасы. А если мы выигрывали или делали ничью, это было как чудо. Но что это? Что за эмоции? Опять выплеск энергии? Это не война, но это как на войне. Спорт это война по правилам. Сражаются команды, но по правилам. Вам нужна определенная специальная атмосфера. Мы иногда называем это дерби. К примеру, матчи Спарты против Славии. Не важно какое место занимает команда, чемпион она или нет. Важно, что играют Спарта и Славия. И чем больше дерби, тем лучше для игры. Кто будет чемпионом города? И это важно для привлечения публики, прессы, спонсоров. И поэтому из всех соперников нам предпочтительнее играть с русскими. И вот встречи с ними вполне можно назвать дерби. Иван Глинка, выдающийся нападающий чехословацкой сборной, человек, сотворивший чудо. Под его руководством сборная, правда, теперь уже Чехия, как летит время, завоевала олимпийское золото в Нагана. И хотя сборная России проиграла тогда чехам, история была бы неполной без этих кадров. И, пожалуйста, без эмоций. Справедливость прежде всего. всегда побеждает сильнейший. Москва. Сокольники начала нового 21 века. На льду команда чеха Яромира Ягра и россиянина Павла Буре. Символический матч, ставящий точку в истории противостояния двух великих хоккейных держав. Канули в прошлое Чехословакия и Советский Союз. Мир живет и движется в будущее, руководствуясь новыми правилами. Хоккей теперь не знает границ. Чешские и славянские парни выступают за российские клубы. Помните начальные кадры фильма? Но даже не это кажется нам символичным, а то, что игрок под номером 68 подает добрый знак. Оставьте прошлому всю негативную энергию, что толку драться на кулаках со временем. На трибунах большая часть персонажей нашей истории и кажется они солидарны с Яромиром Ягром. В памяти остается лучшее, а лучшее это хоккей. Владимир Петров вручает золотые шлемы тем, кто исполнил великую миссию согласия. Победил сильнейший. Хотите знать кто? Отправляйтесь в Прагу, спросите где здесь штваницы. Если повезет, встретите Августина Бубника или Людака Букача. Они вам все расскажут о настоящих авторах этой истории. О тех, кто победил время. ГОЛОССИ